Создание слоя Помимо размещения объектов на слои, вы можете создавать новые слои, а также работать с размещенными на них объектами. В этом уроке мы рассмотрим, как создавать слои в редакторе CorelDRAW. Для начала создадим объект на первом слое страницы, воспользовавшись инструментом прямоугольник. Для создания нового слоя кликните левой кнопкой мыши по пиктограмме в виде треугольника, расположенной в правом верхнем углу окна настроек диспетчер объектов, и в появившемся контекстном меню выберите команду «Создать слой». Как вы можете заметить, в разделе «Страница 1» появился новый слой, для которого вы можете ввести название в поле для ввода и нажать клавишу Enter для подтверждения изменения имени. Для того, чтобы использовать необходимый слой в рисунке, необходимо сначала сделать его активным, щелкнув имя слоя в окне настройки диспетчер объектов. О его активности также будет говорить красный полужирный заголовок название. Создадим новый объект во втором слое. Для этого воспользуемся инструментом Ellipse. Как вы можете заметить, в группе второго слоя появилась строка Ellipse. С одной стороны, никаких особых изменений на странице рисования не произошло, однако, используя такое расположение элементов рисования, вы можете скрывать различные слои, а вместе с ними и размещенные на них объекты, для того, чтобы удобнее работать с группой нужных элементов, расположенных на других слоях. В этом случае мы зайдем немного вперед и обратимся к свойствам слоев, которые рассмотрим более подробно в следующем видеоуроке. Для того, чтобы скрыть слой, кликните по нему правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню снимите галочку с параметра «Видимый», кликнув по нему левой кнопкой мыши. Как вы видите, элемент, расположенный на слое, исчез, однако он не удалился со страницы, а стал просто невидимым. Об этом также будет говорить полупрозрачная строка с именем объекта, расположенная в группе скрытого слоя. После необходимых действий над «Видимыми» объектами вы сможете снова сделать слой «Видимым». Для этого необходимо также открыть контекстное меню слоя и поставить галочку на параметре «Видимый». Также вы можете воспользоваться пиктограммой в виде глаза, расположенной слева от названия слоя. Щелкнув левой кнопкой мыши по этой пиктограмме, вы сможете как скрыть слой, так и вновь сделать его видимым. Таким образом, создание и использование слоев открывает массу новых возможностей для более удобной и эффективной работы в редакторе CorelDRAW. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...